Всем привет дорогие зрители, с нами сегодня игрок коллектива Райзивас, который заняли у нас второе место в ПМЕВЛ второго сезона, Виктория Майя. Вика, привет! Привет, Артём. Хочу задать тебе вопрос. Какие были твои первые эмоции, когда ты узнала, что твоя команда заняла второе место на ПМЕВЛ втором сезоне? Ну, если бы можно было включить голосовое, я бы включила его прямо здесь, потому что мы были очень рады, мы готовились к второму сезону и ждали его просто невероятно. Но ожидали результаты, конечно, лучше, конечно, первую строчку, но мы не остановимся на втором и продолжим тренироваться ещё более упорно. Услышал. Что ты чувствовала во время финального матча, играя против команды-победителя? Ну, знаешь, в любом случае в каждой катке было волнение. Было волнение то, что мы колебались между третьей строчкой, четвёртой и ко второй подходили, не могли приблизиться. Но именно с командой-победителями в главной второй мы не пересекались, то есть и понимали, что первую строчку мы уже, к сожалению, не добудем. И нам оставалось бороться с бесшектаж, и если вопрос об эмоциях, то в любом случае волнение оставалось, но волнение, знаешь, со спокойствием. То есть мы были уже спокойны, что третья-вторая строчка, в принципе, нас бы и третья устроила, даже я скажу так. Какой матч был для тебя самым сложным за весь период по МЮВЭЛа и почему? Самым сложным матчем оказался последний на третьем дне из-за моральной составляющей команды. Мы были расстроены тем фактом, что ещё на третьем дне мы могли, в принципе, побороться за первую позицию. И когда вот закончился последний матч третьего дня, я уже понимала, что как бы, ну, всё, нет уже, знаешь, возможностей набрать эти поинты, так как у нас новая система 10 к 1, и оно как накопительное было. То есть, в принципе, весь третий день был очень тяжёлым, но вот последний матч был как-то таким вот завершающим хлопком по голове. Если была бы взять возможность любого игрока в свою команду, то кто это был бы и почему? Это не был бы никто, потому что, смотри, есть своя команда, есть понимание друг друга, есть вот этот вот симбиоз, который вы нарабатывали там месяцами, годами. И возьмём, если у нас вот такая возможность, да, предоставляется, возьмём там парабоя, не знаю, ещё кого-то, но что мы с ним будем делать? Что мы с ним вообще будем делать? Я не представляю. То есть, у меня есть моя команда, у меня есть мои вот игроки, которые, знаешь, знают, что делать и знают, что делают их тиммейты. Поэтому, да, никто не нужен. Расскажи о самых смешных моментах во время вашего игры, турнира PMUVL второго сезона и какие они были. Ну, не то чтобы смешных, какие-то дефолтные, наверное, моменты, это врезание там друг друга, но одно единственное, что мне запомнилось, но на тот момент нам вообще, конечно, не до смеха было, это когда Соня наша, у неё вылетел интернет, и она полетела до конца разлётки, практически до жарок. И мы как бы ротировались вообще разными путями, три человека едет с одной стороны, и сольница, я возвращаюсь за сольницей, мы вообще встречаемся, вот мы лутаем в Куаре, и от Куаре я еду за сольницей, не понимая вообще, уехали, да, там мои противники с позиции или нет, или вдруг за зоной немного задержались. То есть на тот момент вообще не смешно было, но сейчас, когда ты вспоминаешь вот эту всю движуху, то можно и посмеяться, я думаю, с этого. Есть ли у тебя предмачивая какие-то суеверия либо ритуалы? Ну, на самом деле есть, это чехлы телефона, то есть у меня их не один, у меня их много, и все они невезучие, и только один прозрачный, один зелёный, вот, если я в них играю, значит, всё хорошо, а других, вот, всё, катка слитая, можно сразу, то есть, выходить сразу две хаешки под ноги и... Кто в вашей команде самый лучший трештокер? На самом деле у нас каждый отчасти является трештокером, но это единичные случаи, и только когда, скажем так, команда сама провоцирует на это, или какой-то определённый человек из команды. Но, несмотря на то, что мы иногда можем себе такое позволить, мы подкрепляем свои действия со своими результатами. Каковы ваши будущие планы и цели как команды PUBG Mobile? Ну, пока мы задерживаемся на женской арене, и планируем, в принципе, забирать все турниры, которые будут в будущем, потому что другого нам не надо, только первое. А с опытом и со временем, возможно, заглянём на общую арену, что-то повыше. Подскажи, пожалуйста, какие парни тебе нравятся? На самом деле ответ на этот вопрос я не имею, потому что вы сюда, в друг и, в принципе, в competitive я пришла за достижением целей, а не за поиском парнии. Какой совет ты бы дала начинающим геймерам, которые хотят принимать участие в соревновательных турнирах? Ну, я думаю, для начала это здоровый образ жизни. Ну, не то, что даже здоровый образ жизни, а здоровый сон, занятия спортом и такие мелкие вещи, которые... Там какой-то план дня, чтобы уделять время на игру, на развитие индивидуального скилла, то есть, провождение времени в полигоне, или там, соло, спадов, какие-то ДМки, то есть... Пока не усовершенствуешь самого себя, там же команду тоже нормально найдешь. Но если вопрос вот конкретно к девочкам, еще к эмоционалу очень сильно относится, все мы знаем, что девочки более эмоциональны, и я бы им посоветовала, как это правильно сказать, держать себя в руках в этом плане, там, уметь говорить конструктивную критику и принимать ее, и тогда и в команде, знаешь, будет какой-то вот хороший прогресс. Большое спасибо за то, что ты ответила на все вопросы из данного интервью, и был рад тебя видеть. Всего тебе самого наилучшего! Это взаимно, Артем, и я благодарю вас, что пригласили меня дать интервью на FUTJM. До новых встреч!